И я думаю, что все дело пойдет, у нас нормальный и промышленный потенциал сильный и так дальше. У нас нет даже, грубо говоря, как я всегда говорю, нет военного туризма. Мы могли в Славянске поставить какую-то мини-часть с артистами, чтобы иностранцы приезжали как военный туризм на войну, за 100 километров от войны, одевали каску, одевали бронежилет и платили большие деньги. Ну весь мир живет на этом, тоже в том же самом военном туризме. А это нет, я этого не вижу. Александр, вы даже не представляете, как это все звучит немножко нереально для многих, я думаю, людей, которые живут в Киеве, потому что вы не представляете, насколько той пропагандой, которую русские сейчас накачивают все свои эфиры, рассуждая за 5 минут или за 5 часов, или за 10 часов, или за 10 суток, как они оккупируют, сотрут с лица земли Украину, накроют ее ракетными залпами и так далее, и при этом слушать вас, такого спокойного человека, который не то, что не пакует тревожный чемоданчик, а просто сидит и рассуждает об инвестициях, о каком-то там туризме военном. Это звучит просто нереально как-то, знаете, как параллельный мир. Так вот, что бы вы ответили тем, может быть, киевлянам, которые в панике, может быть, даже и такие есть, пакуют свои вот эти самые тревожные чемоданчики? Ну, я бы им ответил бы так. Первое, спокойствие. Второе, поддерживать свои сбройные силы и не создавать вот этой глупой, тупой паники. Все будет хорошо. Каждый делает все на своем месте. Ты на своем месте делаешь, платишь военный сбор, а военные на своем месте должны делать вот там, я не знаю, стену или там готовиться именно там по Черниговым создавать оборонное укрепление. Просто каждый должен делать свою работу на своем месте хорошо. Если каждый будет на своем месте делать свою работу хорошо, то никакой нам ни оккупант, ни русский там, не знаю, ни африканский нам совершенно не страшно. Но вы не верите в то, что русские могут стереть нас с лица земли и оккупировать за несколько суток? Почему вы это не верите? У них нет сил. Если бы у них были бы силы, они бы это сделали в 2014 году. То есть они блефуют, просто блефуют. Конечно же, ну конечно же, блефуют. Если бы у них были силы, они уже давно бы это сделали. А вот эту сказку, которую нам рассказывают определенные оппозиционные силы, что Петр Алексеевич... О ПЗЖ. Ну и ОПЗЖ, и ПЕС. ЕС. Это одна и та же банда ее называют. Когда они говорят, что Петр Алексеевич остановил армию Путина, своей минской капитуляцией. Я всегда задаю вопрос. Путин узнал, что у нас нет армии, да? Путин говорит, Петр Алексеевич, у тебя армия есть? Он говорит, нету. Ну тогда я не буду наступать. Я подожду, пока ты построишь, а потом пойду в наступление, да? Ну это же глупо. Наоборот, если бы у нас тогда не была армия, он бы дошел бы до Львова. Они тогда, когда они пошли в наступление, они поняли, что обломали рога себе еще тогда. Мы же помним, они же по существу Дебальцева так и не взяли. Ну то есть, пока Петр Алексеевич не вернулся и сделал отступление. Ну то есть, как он назвал, плановое отступление. Я не знаю, по чему плану мы вышли с Дебальцева. Ну то пусть уже разбираются правоохранительные органы, как оно и что там получилось. А то, что киевляне, многие не понимают и забыли о том, что война. Я опять же могу рассказать историю. Приезжает девочка сюда к нам, ну там знакомого, попала в армию служить. Мне звонит ее муж, так и так и так. Ее привезли. Ну пусть она скупается. Они, оказывается, не буду говорить с одного из украинских городов, ехали пять дней. Но они ехали, понимаете, как делают настоящие советские генералы. Сначала поехали в один город, потом во второй, в Харьков, потом в Закарпатье. Закарпатье к нам, а ехать надо было в Краматорск. В Константиновке разоружились, а ехали в Краматорск. Я говорю, ребят, я военным всегда смеюсь. Ребят, если бы вы напрямую поехали в Краматорск, вот это бы русских бы запутали точно. Они бы не поняли, что бы происходит. А когда бы сделали вот эти непонятные движения по всей Украине, это то, чем учили русских генералов. И вот она, но она меня не знала, я приехал за ней, забрал ее, привез домой. Говорю, вот там душ, ну купайся, у меня там ребенок, ешь, пожалуйста, чай пей, все. А я поеду по своим делам, когда тебе надо будет отвезти, позвонишь. Понятно, что она посидела с моим сыном, ну с маленьким. Там попила чаю, может скупалась. Я когда уже за ней приехал, она уже совсем другая, таевшая. И она мне по секрету сказала, что она, оказывается, ехала ко мне с пистолетом, с веденным курком. Она думала, что сейчас на нас набросятся, прямо вот здесь, в Константиновке. И это было... Это говорит о том, что и у нас, у украинской стороны, совершенно нет нормальной информационной работы. Да, вот представьте, человек едет на войну в Константиновку, да, которая уже не видела здесь уже войных действий. И думает, что в Константиновке живут одни враги, да. Да, идут, идут и просто уличные бои. Когда я говорю, а куда вы едете? Я говорю, а, я говорю, Краматорск, это же Краматорский котел. Она, как, там страшно. Я говорю, очень страшно. Говорю, представляешь, рестораны, кинотеатры, магазины, все работает. Ну, представь, как там тяжело военному. Это, чтобы не спиться, не попасть. Она, как, какие рестораны? Понимаете, она не могла понять вот этой шутки. Какие рестораны? Для нее она ехала в Краматорск как на линию фронта. Ну, понятно, что женщина... На самом деле, расстояние от вас до линии фронта сколько? 20-30 километров, да? Да, ну, как Краматорска, пусть 50. Ну, понятно, что это линия фронта, но там не так, как рассказывают или как все-таки есть. Все-таки... Ну, просто война в 21 веке не ведется немножко по иным, получается, правилам все-таки. Да, по другим правилам, конечно же, там на передке тяжело, там стреляют, там друг друга обстреливают. Говорят, ну, это тоже, давайте так, только если вы никому не расскажете, я тоже был в одном месте, в одном селе, только ж никому не говорите. Я спрашиваю... Ну, конечно, у нас же интервью по скайпу, которая будет... Да, чтобы никто не узнал. Завтра, да. Как раз село, понимаете, я был во многих селах прямо на линии фронта, там и в Золотом был, и в Трехизбинке, все. И в одном из селей, опять же, не буду называть, я спрашиваю, как у вас тут стреляют? Говорят, стреляют. Я говорю, и попадают по селу? Говорят, нет, все, и летит в фрут с той стороны. Я говорю, а что, такие мазилы? А мне говорят, нет, они снайпера. Не дай бог, они не попадут в фрут, а куда-то попадут в другое место, то они получат такую ответку, что не дай бог. Ну, понятное дело, что вот они нас типа обстреливают, и когда вы знаете, что обстреливали, это не всегда летит туда, куда надо. Очень часто летит в фрут, потому что они знают, с та стороны очень хорошо знают, не дай бог они что-то сделают, то будет такая ответка им, что мало не покажется. Субтитры сделал DimaTorzok